Россия отпраздновала День государственного флага. По случаю этого на площадке исторического мультимедийного парка «Россия. Моя история» во Владивостоке состоялся концерт. Мероприятие посетили десятки жителей города разных возрастов. На территории интерактивного музея расположилась сцена, на которой для гостей праздника выступили талантливые артисты города, а также тематические площадки, где все желающие могли принять участие в мастер-классах и играх и сфотографироваться в красочных фотозонах. Главным украшением события стал символ единства нашей многонациональной страны – флаг Российской Федерации. Учрежден он был, как вы знаете, еще Петром Первым. И после двухсотлетнего перерыва он стал флагом Российской империи до Октябрьской революции. И с образованием нового российского государства стал ее символом. Символом веры, надежды, символом силы и надежности нашего государства. Именно эти цвета – белый, синий и красный – символизируют чистоту, непорочность, символизируют совершенство. Синий цвет – это верность и вера, это свобода вероисповедания. Бессловно, красный цвет – это цвет энергии, цвет силы и цвет крови, пролитой за наше Отечество. Губернатор поздравил гостей мероприятия с праздником, после чего осмотрел локальные площадки и посетил интерактивную выставку «Арсенев, открывая Приморье». Также глава региона осмотрел очередную партию из десяти автомобилей, которые вскоре отправятся на фронт. Эти машины добровольно предоставили неравнодушные организации, чтобы транспорт обрел вторую жизнь и служил на благо Родине. Также в этот день на Новосильцевской батарее во Владивостоке развернули огромный флаг России. В акции участвовали представители молодежных сообществ и общественных объединений. А вечером жители и гости города посетили мероприятие «Забвению не подлежит». Акция с таким названием в память о владивостокцах погибших в ходе специальной военной операции состоялась на центральной площади города. В брызгах фонтана можно было увидеть портреты участников СВО на фоне развивающегося флага России. Все они жили в Приморье. Цель акции – почтить память бойцов и поддержать их родных. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.